Амр бин Аас перед смертью плакал, очень сильно плакал. И тогда пришел к нему его сын и сказал, о, папочка, о, папочка, почему ты плачешь? Не обрадовал ли тебя посланник Аллаха, то, что будет для тебя после твоей смерти? На что он ответил, о, сынок, для меня не было другого человека, которого я более бы ненавидел, нежели посланник Аллаха. Нежели посланник Аллаха. Были такие времена, когда я хотел найти его и убить его, и если бы я умер бы на этом, я был бы из обитателей ада. И после этого, мой сыночек, Аллах внушил мне ислам. Я принял ислам и пришел принести присягу, придать присягу посланнику Аллаха, саллиЛЛЛАху АЛЛЕХИ ВАС tighten Пришел ко мне посланник Аллаха, притянул свою руку и говорит, притяни мне свою руку, о Амр, притяни свою руку, Амр, притяни свою руку, Амр. Говорит, тогда Амр говорит, я не притянул ему руку, а посланник Аллаха, притягал мне свою почтенную руку. На что я сказал, я хочу, перед тем, как предать себе присягу, хочу, у меня есть условия для этого. Пророк, саллаху, сказал, какое же твое условие? Я хочу, чтобы Аллах простил мне все грехи. На что ответил посланник Аллаха, саллаху, алейхи вассалям. О, Амр, неужели ты не знал, то, что ислам прощает все, что было раньше, и хадж, большое паломничество, также прощает все, что было раньше. Уважаемые братья, когда мы говорим об этих благословенных дней, которые перед нами предстоят, мы сказали, что самое великое поклонение в этот месяц – это хадж. И самое великое, что есть в хадже, только в хадже, но нет на умре, если человек каждый раз приезжает на умру, он не может застать этот день, Яуму-ль-Арафа, который наступит 15 июня. Яуму-ль-Арафа. Пророк Мухаммад, саллаху, алейхи вассалям, сказал, «Аль-Хаджу-Арафа». Хадж есть Арафа. Это является столпом хаджа. «Вайкулюн-набию, саллаху, алейхи вассалям, «Ма мин яумин аксара мин ан-ю'атика Аллаху абдам мин ан-нар мин яуми Арафа». Не существует другого иного дня, в котором бы Аллах, субхану ва-те-Аля, в большом-большом количестве бы освобождал от наказания ада, нежели как день Арафа. День Арафа – это день людей поклоняющих. День Арафа – рабов Аллаха постящих. День Арафа – день те, которые совершают поясные поклоны. День Арафа – это тот день, когда человек совершает земные поклоны. День Арафа – это тот день, когда верующий дает садака на пути Аллаха. Просим Аллаха, чтобы спас нас от наказания ада в день Арафа. Хаким бни Хизам в день Арафа пришел на гору Арафа на хадж и вместе с собой взял с собой своих сто рабов. Встал на гору и перед ними начал смотреть на них. И обратился к людям и сказал Я всех вас беру, свидетелей, то, что вот эти моих сто рабов я сейчас освобождаю ради удовольствия Аллаха. И тогда все люди заплакали и начали обращаться к Аллаху, плачут и говорят Обратились к Аллаху и сказали О, наш Господь, я Аллах, это твой раб, это один из твоих рабов, освободил сто рабов ради твоего удовольствия. О, Аллах, мы твои рабы, освободи нас от наказания ада. Ибн Мубарак говорит, зашел я к Суфиану Таури во время Арафа, когда уже солнце, уже уходило, наступал следующий день, последний час, кто был на хадже и кто поедет, воспользовался последним часом. Даже если кто не поедет в этот день, здесь остается, не поедет на хадж, день Арафа, поститесь, день Арафа, для того, кто не совершает хадж, пост, день Арафа, прощает грехи двух лет, прошлого года и будущего года. И последний час не посвящайте никому, кроме Аллаху, Субхану Ва Таури. Инна мэн амалю бил хаватим. Поистине дела расцениваются по последним делам. Последний час пришел Суфиану Таури, имен Мубарак к Суфиану Таури и обратился к нему. И видит то, что он на коленках сидит и плачет. И тогда спросил его, кто самый несчастный сегодня в день Арафа? Кто самый несчастный? На что он ответил, это тот, кто думает, что Аллах его сегодня не простил. Он самый несчастный. Поэтому мы надеемся на прощение Аллаха, Субхану Ва Таури. В этот день Аллах больше всего освобождает от наказания Ада в день Арафа, который наступит в этом году, 15 июня. Я говорю, Анас, когда ты с чемсу антагуб, и мы в Арафе? Анас, Ибн Малик говорит, во времена посланника Аллаха, саллаху алейхи вассалям, вот уже заканчивался день Арафа. Целый день мы делали дуа, и вот уже уходило солнце, наступало Магреб. Мы были на Арафе. И сказал Набию, саллаху алейхи вассалям, тогда пророк Мухаммад, саллаху алейхи вассалям, обратился к Билалю и сказал, Я Билал, Я Билал, Я Билал, О Билал, О Билал, О Билал, Попроси людей, чтобы послушали и помолчали. Тогда Билал встал и сказал, слушайте, молча слушайте посланника Аллаха, саллаху алейхи вассалям, и тогда пророк Мухаммад, саллаху алейхи вассалям, сказал, Пришел ко мне сейчас Джибрил, передал салям от Аллаха, и сказал мне, Аллах простил всех, кто были на Арафате. Аллах простил всех, кто были на Арафате. И Аллах простил их, притеснение, которое они совершали. Попросили Аллаха прощения, все Аллах простил им. И тогда встал кто? В этот момент хочется отдельно еще сказать, пусть Аллах будет доволен тобой, я, Умар, за то, что ты спросил этот вопрос посланника Аллаха, который мы сейчас услышим. Аллах простил всех, кто был на Арафате, только нас, сподвижников, сахабов, мухаджиринов, ансаров, только нас Аллах простил. Аллах простил вас, и те, кто приедут сюда на Арафате, после вас до сутного дня, кто будет приезжать, просить прощения всех, Аллах будет прощать. Аллах простил.